Рад вас приветствовать, садитесь, пожалуйста. Я очень рад, что посещаемость не падает в целом, да, хотя вот задняя часть аудитории начинает пропадать. Вот я напоминаю, что вот здесь вот на первых двух партах, нижняя, вот правый край, там неудобно сидится. Вот эта вот тумба загораживает, чуть-чуть лучше выше, там второй, третий, третий, четвертый ряд. Итак, вот мы с вами начинаем дальше теперь уходить в, дальше уходить в алгоритмы. Поскольку вы уже большинство написали контест по массивам, остался у нас, по-моему, один факультет, да, который не написал, пять групп, ну половина. Я вам скажу некоторые секретики, некоторые секретики. Вы, начнем как с открытия тайны, вот в этом массиве, и те, кто будут делать, я тоже это покажу сейчас, но вы это не должны использовать, вы должны это сделать один раз руками своими. Дело в том, что в языке Python список лист не является массивом. Я не буду сейчас все раскрывать про него, но у массива с фиксированным размером, то есть точно так, как я показал на прошлой лекции, у массива с фиксированным размером нам надо самостоятельно отслеживать его уровень заполнения. Да, я напомню. То есть если у меня есть некоторый аллоцированный размер, то есть я заполняю, например, нулями, и там их максимальное количество штук будет n max. n max это некоторые максимально допустимые, там, 10 тысяч, допустим. Я знаю, что мне введут не больше 10 тысяч, да? Но реальное n, количество элементов, хранимых в нем, равно нулю. То есть сейчас туда я еще не положил ничего. Понимаете? Поэтому что я делаю? Я говорю, если мне нужно положить туда новый элемент, ну, неважно, допустим, я его получил с клавиатуры, там, int input, например. То, что я для этого делаю? В случае статического массива, то есть вот конкретной длины, я беру и говорю, а от, а n, являясь одновременно количеством уже хранимых там элементов, одновременно является тем индексом, в который и надо положить очередной x. Понимаете? Таким образом, я говорю, в а от n я вкладу x, но при этом количество элементов у меня выросло, поэтому я что делаю? Я говорю, n плюс равно 1. Понятно? То есть мы должны, кроме, собственно, самого массива, иметь еще одну переменную на хранение количества элементов, в нем хранящихся. Так вот, первое и самое главное. Реальное количество элементов, хранящихся в списках лист, в нем и так есть. В нем и так аллоцирована памяти, на самом деле больше, чем вы тут попросили. То есть у него есть еще и запас некоторый в самой памяти, который вам не видим. А если вы хотите его расширить, например, добавить туда еще, то это можно делать при помощи встроенных методов. Есть встроенные методы, которые вот эта вот операция, она называется как бы pushback, да, push в конец. Или append, добавить туда вот в конец. Вот в разных языках чуть-чуть по-разному называется. В питоне это можно сделать следующим образом. Я могу создать вместо этого, я могу его создать как бы пустым. И отдельной переменной под хранение количества элементов не делать. Я еще раз скажу для опоздавших. Те, кто пишет контест по массивам сегодня вечером, не используют этих возможностей в списках. Так вот, его можно создать как бы пустым. На самом деле он там себе создаст запасик по памяти, в который можно расширяться. Как он догадается, какой запас, мы сейчас не будем вникать. Да? А дальше, вот я еще раз говорю, количество элементов я вообще вот здесь не упоминаю. Он сам, сам список а и так знает, сколько в нем элементов реально хранится. Я считываю элемент, который хочу туда добавить. Да? Я что делаю? Я просто и говорю а.append.x. Что это такое? Это метод. На самом деле список. Лист является объектом. Объект это довольно сложные штуки. И вот этот объект, он умеет себя модифицировать. Он является изменяемым типом. Я в прошлый раз про массивы уже говорил, да? Ну, в данном случае, на самом деле, я вас обманывал. Лист это не массив. Не массив. Ну, или в первую очередь, хотя бы про него надо говорить. Хотя бы. Что это динамический массив. Он модифицируемого размера. То есть в нем вот эти вещи... А, подождите, а как же мне m-то узнать? Когда я вот здесь, вот, например, мне нужно... Вот я сделал вот это сколько мне нужно раз. Да? И потом могу пробежаться в цикле for, там, k in range n. А n мне как узнать? А? Len a. Абсолютно верно. Действительно. В любой момент, когда мне надо реально узнать количество хранимых элементов, я могу просто взять и len a дернуть. Даже мне не надо присваивать никуда. Просто for k in range len a. И там будет как раз текущий уровень заполненности моего массива. Понятно? Всегда можно у него спросить, сколько в тебе элементов. Когда мы удаляем элемент из массива сверху, с конца, что мы делаем? Ну, в данном случае что нам надо? Понизить n и вернуть то значение, которое... То есть я вот так это сейчас делаю. n в минус равно 1. А x... Ну, сейчас я, допустим, буду считать, что я в x сохраняю значение, которое я удаляю из конца массива. Да? x равно a от n. Да? В случае со списками мы можем воспользоваться встроенным методом, который у нас с конца забирает. Этот метод называется pop. Ну, так сложилось, исходя из стековой структуры данных. Как бы push добавить, pop взять, толкнуть. Ну, такая терминология методов. Вот append добавляет в конец, а с конца удаления, соответственно, x равно a точка pop. При этом у нас вот этот вот pop, он и возвращает в качестве своего значения количество, последний элемент. И сам же понижает тихонечко len a на единичку. Здорово? Ну, такая штука. И он как бы растяжимый. То есть мы append в него можем сколько захотим, и размер у него как бы не кончится. Ну, оперативная память, конечно же, конечная. Как это организовано, за рамками оставляем. Так, ну что же, на этом… А, есть еще одна вещь, которую хотелось вам рассказать. Это list comprehensions. Что такое comprehension? Ну, да, то есть, ну вот, некоторые вот, скажем, упрощающие его создания. А создавать их иногда бывает достаточно сложно. Я сейчас, опять же, не буду концентрироваться на этом. Но list comprehensions – это английское слово. Я не буду. Время. Comprehension. Это не так важно, можно по-русски. List comprehensions. Их еще называют генераторы списков, но это неправильное название. Так вот, оказывается, я могу создавать список следующим образом. Открываю квадратную скобку. А, ну да, стоп, одну секундочку. Одну секундочку. Я вначале приведу пример эквивалентного решения. То есть сейчас как раз будет… Нет, давайте, ладно. Вначале, наоборот, list comprehension будет, а потом расшифровка. Итак, смотрите, что я сейчас делаю. Я напишу вот так вот. x в квадрате, x умножить на 2, for x, не помещается, я вот перенесу на следующую строчку, in range 10. Должно быть в одну строчку. Постарайтесь ровненько в одну строчку написать. x умножить, умножить 2, да, x в степени 2, for x in range 10. Обратите внимание, переменной x до этого не существовало, такого имени нету. Но и после вот такого создания списка переменной x тоже нету. Что же такое x? x это как бы временная переменная на время создания списка. Она существует только в процессе его создания. Чему это эквивалентно? Ну, примерно эквивалентно. Тому, что я создал пустой список. А затем, что делаю? В цикле for x in range 10 осуществляю добавление в этот список a.append. В конец его добавляю x в квадрате. Вот такой вот механизм короткой записи, да еще и работает быстрее, чем вот это. Потому что здесь он в каком-то смысле заранее может вычислить, с какой ему размер надо. И всякие оптимизации включить. Можно не вдаваться в подробности. Но в любом случае, еще раз, list comprehension позволяет очень быстро создавать вот такой вот список. И еще есть одна интересная фишка. Оказывается, list comprehension очень прекрасно и легко работает со списками. Дело в том, что цикл for в питоне, он списочного характера. Что я имею в виду? Что если у нас уже есть какой-то список, я это показывал в прошлый раз. Ну там условно 1, 2, 3, 4, 5. То я могу перебирать этот список без индекса сразу каким-то x условно. For x in a. Да, и он во всем диапазоне. Кстати, а как он знает, где остановиться? Так у него же len a есть. На самом-то деле a помнит, оказывается, какой он длины. И, понимаете, ему не требуется там внешняя переменная, которую мы в этом контесте, который был, еще использовали, чтобы научиться работать со статическими массивами. Почему я вас заставляю сделать руками статические массивы? А? Как вы думаете? Чтоб вы понимали, что в конец массива добавить элемент легко. А если я буду всовывать элемент в начало массива, то мне что надо сделать? Сдвиг всех элементов. Понимаете? Что операции по работе с массивом, чего они стоят? Что реверс массива, это количество операций, равных количеству элементов массива. Потому что иногда у людей, которые начинают работать с питоном, у них возникает вот, ах, какая красота. Я вам не буду все это рассказывать до поры. В какой-то момент я вам еще расскажу фишек, связанных и со списками, и с другими. И я еще раз попрошу, если есть кто-то, кто ботает питон факультативно, дополнительно, или раньше его знал, не используйте их, пока вам явно не будет предоставлен функционал. Хорошо? Ну если кто-то вдруг там хочет. Хочет? Успеете. Много фишек есть классных, богатых. Быстро раз написать. Пока что мы работаем вот так. Так ладно, я к чему? А представьте себе, что я хочу на основе А создать массив В, в котором каждый элемент А возведен в квадрат. А, еще фильтрация. Я хочу туда добавить только те элементы А, которые у меня являются четными. Не номер элемента четный. То есть у меня, например, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 9, 6. В исходном порядке, так как они были тут, только четные элементы и возвести в квадрат, и создать список В. Согласитесь, это прям задача, да? Ну как я это буду делать? Ну естественно, я заведу массив В, да, пустой в начале. Ладно, это я уже использую, причем append. Я сейчас не храню две переменные A size, B size. У меня же два массива. Да, у них два размера. Я не храню, я уже пользуюсь тем, что можно просто appendить в конец, и все. Итак, В, пустой массив. Что я делаю? Я буду делать такой алгоритм. Мне нужно, сейчас я смотрю на X из A, да? И что делаю? Говорю, если X при делении на 2 равно нулю, то есть четный, да? В этом случае я добавляю в B кого? X, возведенный в квадрат. Ну или просто X умножить на X можно написать, в данном случае это коротко. Ясно, да? А теперь смотрите. Вот это все, да еще, ну вот, я вот это вот сотру и перепишу. Вот сюда вот, B равно пустой список. Так вот, вот это все на самом деле можно написать одной единственной. Она будет длинноватая, я лучше вот сюда вот вниз напишу, просто там не уместится. Вместо этого можно написать так. B равно, открываю квадратную скобку, X квадрат. Причем сюда, кстати, можно любую арифметическую функцию вписать. Синус от X умножить на экспонент. И, кстати, не обязательно X, я тут X пишу все время. На самом деле, название этой временной переменной может быть любым. К, И, жесть, X квадрат, for X in B. Так, но это было бы хорошо, если бы мы могли, что? Если бы мы могли отсеивать элементы ифом, да? Фильтровать их. Оказывается, это встроено в лист Comprehensions. Прям берете и прям сюда же пишете. Иф X процент 2 равно равно нулю. Класс. А? Ой, точно, спасибо. For X in A. А то у меня рекуррентное определение получилось. Ну что, нравится? Все понятно? Что-то тишина такая. Понятно. Коротко, ясно, читабельно для X из A, если в общем. Есть еще, кстати, одна фишка. Тернарный оператор if. Я вам показывал его? Когда значение возвращается либо то, либо другое. Ну, наверное, показывал. Наверное, показывал. Его бывает удобно запихнуть вот сюда в качестве результата. Ну, если у вас по X в зависимости от X нужно, там, для положительных X, то для отрицательных. При этом отбирая четные, я сейчас это не убираю. Отбирая только четные, например, для отрицательных, вместо отрицательных писать 0. Тоже задачка, правда? То есть это же нужно тут подправлять так. Соответственно, если равно 0, а тут встраиваем if. If X меньше 0, то B append 0. Else B append X квадрат. Да? Ясно? А я могу взять и вместо этого заменить вот это выражение, в которое я вставляю. Заменить его вот такой вот фразочкой. Смотрите, я постараюсь не слишком низко, я вот сюда вынесу ее. Вот такое вот выражение. Я его в скобочки возьму, чтобы было понятно, что оно вот сюда вместо этого идет. Не обязательно брать в скобочки, но я возьму. Итак, смотрите, что это будет. Я ему говорю 0, если X меньше 0, else X квадрат. Посмотрите, пишется в строчечку, в скобочках. Ну, скобочки еще раз говорю, не обязательно. 0, if X меньше 0, else X квадрат. Согласитесь, читабельно. Человек, знающий только английский язык, он уже может понять, что тут будет возвращаться. 0, если X меньше 0, а иначе X в квадрате. Правда? Это условное выражение. Его результат зависит от того, что у нас вот тут вот. Здорово? Здорово. Ну, это вот та самая функциональщина потихонечку входит в нашу жизнь. Так, ладно. А теперь мы с вами займемся синтаксические элементы. Чуточку мы потрогали. Сортировки. Дело в том, что у нас на сегодня довольно много алгоритмов, которые требуется изучить. Постановка задачи. У нас дан массив, требуется его отсортировать. Я сейчас поступлю следующим образом. Я вначале расскажу несколько сортировок без реализации. Я рассказываю парочку сортировок. И так, пока оставлю. Рассказываю парочку сортировок. Три. Три сортировки расскажу. После этого я перехожу на рабочий стол и реализую их по порядку. Итак, поехали. Первая сортировка. Это сортировки. Вот вам надо сейчас озаглавить. Да, вот тема пошла. Это будут квадратичные сортировки. Квадратичные сортировки. Значит, это значит, что количество операций, которые требуются на обработку массива, чтобы его отсортировать, равно примерно n квадрат. Где n – длина массива. Когда говорят об асимптотике. Асимптотике алгоритма. Подразумевают две вещи. Это либо работа с памятью, то сколько ему памяти надо. Надо ли ему запоминать все, или он обходится некоторым конечным объемом. А может быть, ему памяти надо в n квадрат больше, чем он считал. Он считал 100 чисел, а ему надо для реализации алгоритма 100 в квадрате. Ну, примерно, с точностью до константы. А обычно, чаще говорят про вторую вещь. Про асимптотику по скорости вычислений. То есть, сколько операций требуется. Оказывается, что сортировка требует больше операций, чем обращение массива, чем циклический сдвиг в массиве. Вот. Требуется n квадрат операций для реализации тривиальных сортировок. Их, еще раз, называют квадратичные сортировки O от n квадрат. Итак, первая из них – это сортировка вставками. Я просто напишу вставками. Она еще называется insert sort. Ну, insert, понятно почему, да? insert, сорт. Кого мы сейчас будем с вами сортировать? Мы будем сортировать с вами солдат, стоящих в строю. Допустим, у нас есть набор солдат, новобранцев, которые не умеют строиться. Так, ну я, как видите, может быть не совсем. Сейчас, одну секундочку. Я хотел сделать вот этого немножко повыше, а этого чуть-чуть пониже. Ну, допустим, это все солдаты-новобранцы. Сейчас, неважно, не надо придираться к их росту. Ну, я подпишу здесь конкретные числа. Это один, два, три, четыре, пять. Мне требуется список, содержащий соответствующие числа. Отсортировать по возрастанию. Задача сортировки по обыванию, она аналогична. В конце концов, если что, сделаем реверс за n операций. Так что ничего страшного, если что. Значит, сортируем по возрастанию. Есть несколько подходов. В сортировке вставками, сортировать у нас будет прапорщик. Значит, прапорщик будет их как строить? Он скажет так, ну вот один солдат тут стоит сейчас. Этот солдат уже сам в себе, то есть, если смотрит на одного солдата, он говорит, о, он уже, в принципе, стоит по росту. В каком смысле? Ну, в том смысле, что эта часть массива сейчас, она сама в себе упорядочена. Понимаете, о чем речь? То есть, если бы этот солдат стоял тут один, то все, он первым прибежал. Прибежал второй. Прапорщик говорит, так, я хочу тебя включить в уже упорядоченный массив. То есть, я на тебя хочу расшириться. И для этого он берет его за шкирку и начинает вести вдоль строя налево, проходя мимо тех, кто выше его. В данном случае он вынужден что сделать? Поменять их местами и поставить вот этого, который повыше, вот сюда, а этого товарища, который пониже, поставить вот сюда. Да? Понятна логика? Таким образом, прапорщик сейчас вставил нового солдата, второго, который прибежал, вставил его в уже отсортированную часть массива. Таким образом, сейчас у меня вот эта часть моего строя солдат уже отсортирована. Тут прибегает третий солдат. Ну, неважно, может, он тут уже стоял, но вот прапорщик осознал, что тут есть рядом третий. Он берет его за шкирку и начинает идти вдоль строя, пока он не встретит солдата, который меньше его по росту. Он смотрит, о, сразу меньше, все, значит, мы, собственно, просто расширяем, говорим. Кстати, может возникнуть вот такая ситуация. После этого прапорщик берет следующего и начинает идти с ним по росту, меняет местами, соответственно, вот этого и вот этого. Ну, а менять местами мы умеем, да? Это обмен двух переменных значениями. Ну, как в реверс массиве, да? Мы меняли только там дальний, а тут соседних раз и подвинули. Поменяли местами, поменяли местами этих товарищей, да? А этого сюда поставили. То есть один сюда, пятерка сюда. Так, дальше он берет, что этого товарища меняется вот этим, а не разного роста. Так, где моя? Меняет местами. Соответственно, у нас четыре сюда, прошу прощения, один сюда, четыре сюда. Значит, один пошел сюда, а четыре пошел сюда. Да? Дальше он говорит, смотрите сюда, меняем местами. И вот у меня возникает такая ситуация, когда у меня может произойти случайный выход за границей массива. То есть если я сейчас пойду, попытаюсь сравниться с минус первым элементом, то на самом деле произойдет не то, что катастрофа, а может даже хуже. Я не буду рассказывать сейчас про минус первый элемент, не время. Но смысл в том, что нельзя туда сейчас лезть, мне нужно остановиться. То есть прапорщик идет либо до момента, пока предыдущий человек, соответственно, ниже ростом, либо, если вообще предыдущего нету, если он дошел до начала строя. Понятно? Но я буду вначале спрашивать про начало строя, а уже потом про то, что у него такой рост, какой у него там рост. Понятно? Ну и понятное дело, что тем самым сейчас мы вставили и этот элемент, и осталось что? Вставить еще и вот этот вот таким же образом. То есть я расширяю сюда отсортированность массива, вынужден этого ставить сюда, меняю 3,5 местами. И меняю этих местами, потому что порядок следования у них неправильный. Ясно? Сам алгоритм понятен? Не вдаваясь в реализацию. Давайте другого прапорщика. Прапорщик решил действовать методом выбора. Сортировка методом выбора. Она не говорит сортировка выбора, а сортировка методом выбора. По-английски звучит проще. Choice, sort. Choice, sort. Этот прапорщик... Какой начальный порядок у меня был, я забыл? 4, 5, 2, 1... А, 4, 2, 5, 1, 3. Этот прапорщик любит однозначность. Он хочет сразу ставить на первую позицию того, кто там уже будет стоять. То есть он не хочет, чтобы солдаты, которых он уже отсортировал, чтобы он снова вносил туда, передвигал их. Вы заметили, что те, кто уже встал, и он считает, что отсортированы, им все время приходится меняться, меняться, он снова новеньких вставляет. А этот прапорщик однозначный. Вот он хочет сразу на первую позицию поставить кого? Минимального. То есть он сейчас пойдет по этому массиву и будет искать минимального. Найдет минимального и поставит его сюда. Вы помните поиск минимума, как был организован? Я напомню. Я как бы ставил минимума или максимума, неважно, на постамент. Да, некое число стоит себе на постаменте, и очередной х приходит и сравнивается с ним. Если я больше тебя, то я встаю на твое место. Это для максимума. А для минимума в поддавки. Если х меньше, чем м, то они меняются местами. Ну как меняются? Этот идет туда, а м выкидываем. Но в данном случае я как раз хочу организовать поиск минимума, но лишние переменные мне, во-первых, не нужны для поиска минимума, а во-вторых, мне нельзя того, кто у меня будет стоять на постаменте, выкидывать. Он должен будет остаться в массиве. Значит, мне нужно будет поменять их местами, поставить на то место, где тот стоял. Я объявлю сейчас вот это место вакантным. То есть вот это место будет тем самым сейчас постаментом, на который я поставлю минимального. И это как раз будет текущий минимум. Ну, раз я его схватил за шкирку первого солдата, говорю, о, вот ты пока для меня минимум, а я пойду дальше искать того, кто меньше тебя. И вот я сразу же нахожу того, кто меньше тебя. Говорю, меняемся местами. Второго с четвертым меняем местами. Ясно? Так, но на этом мы не закончили, я же не нашел на этом минимального. Я продолжаю. Пятый, ну, в смысле, он с индексом 2, но неважно, да? 5 и 2, так, нет. 1 и 2, о, он меньше. Значит, я меняю местами. Кстати, обратите внимание, что элемент с индексом 2 сейчас у меня улетел правее, чем был. Но это не страшно, потому что это исходное положение, кто там левее, правее, сейчас не является инвариантом. Есть такое понятие, как инвариант цикла. В данном случае, можете обратить внимание, что каждый прапорщик имеет свой инвариант. Первый прапорщик держал в качестве инварианта, что у него есть какой-то кусочек массива, в рамках которого все стоят в упорядоченном виде. Да? У этого, у нас уже упорядоченный массив имеет размер 0. Ну, то есть, у него первый солдат, с его точки зрения смысла порядка, он не на своем месте окончательном стоит. Он же окончательный прапорщик, который хочет окончательно поставить. Да? Поэтому у него первоначально отсортированный массив имел размер 0. Но, в результате вот этой вот операции сейчас, он расширит окончательно упорядоченную часть массива на единичку. Понятно? Итак, вот сейчас он, пробежав до конца, поменяв, соответственно, двойку и единичку местами, создал себе уже не пустую часть массива, равную единичке по длине, часть массива, в которой окончательно упорядочен. Это что значит? Что больше он в нее заглядывать не будет. Это очень важно. В чейс-сорт очень важно не проходить в поисках минимума по тем солдатам из строя, которые уже стоят на окончательных позициях. То есть, мы начинаем не с начала, а с следующей серединки. Все дальше и дальше будет начало, откуда мы ищем минимального. Понятно? То есть, мы будем искать минимального, но не в глобальном, во всем массиве, потому что иначе мы вначале самого маленького сюда, потом самого маленького сюда, потом сюда. В конце концов, самого маленького сюда. То есть, много перестановок, которые ни к чему не приведут. Мы должны среди оставшихся найти минимального и поставить его в следующую вакантную позицию. То есть, я опять объявляю вот эту позицию вакантной. Она есть, вот некий постамент, за который минимальные будут соревноваться. Этот, это как раз текущий минимум, который и так как раз там уже стоит. Ну, мне же надо кого-то поставить в качестве текущего временного минимума. И я начинаю бежать. Ты лучше подходишь, чем он? Нет. Ты лучше подходишь, чем он? Да. И меняем вас местами. Второй и четвертый. Четыре. Ой, прошу прощения. Два сюда. Четыре сюда. Да, поменяли местами. Поставили. При этом у меня, ну, третьего проверили, что третий теперь с этим они, третий не побеждает. Таким образом, окончательно отсортированная часть массива у меня содержит уже два элемента. То есть, после двух проходов два. Понятно? Вот. Таким образом, двигаясь вперед, я вот сюда вот поставлю в начале четвертого с пятым, поменяю местами, очевидно. Четыре, пять. Да, а потом четвертого и третьего поменяю местами. Четвертого и третьего поменяю местами. Да, и тем самым добьюсь отсортированности уже этой части. Потом вот этого вот. Я говорю, так, ты текущий минимум. Я сравниваюсь с вот этим и меняю, естественно, местами, просматривая, кто тут лучше подходит. И получаю вот так вот. А теперь смотрите. Оказывается, что последнего сортировать не надо. Последний автоматически оказывается отсортированным. Понимаете? Смысл в том, что вот у этого товарища, у него был по-другому. У него была радость в том, что первого солдата, который уже стоял, вот просто один, пришел строиться, встал в строй. И он говорит, о, ты уже отсортирован сам в себе. Это не окончательная твоя позиция, но в принципе ты стоишь по росту в строю из одного человека. То есть у него один элемент был. Но ему каждый элемент, включая последний, нужно было вставлять в отсортированную часть. А здесь наоборот. У меня получается, раз вот эти стоят на окончательных позициях, но этому деваться некуда. Поэтому и в этом случае, и в этом случае прапорщик обходится четырьмя проходами для сортировки пяти элементов. То есть n-1 проход. Реализация на компьютере через некоторое время. Следующая сортировка. Алгоритм третьей сортировки называется сортировка методом пузырька. Методом пузырька. Или по-английски bubble sort. Bubble sort. Так, можно еще раз изначальные числа. Что там у меня было? Пять посерединке. А? 4, 2, 5, 1, 3. Этот прапорщик будет близоруким. Вот в этом случае, в принципе, прапорщик тоже мог быть близоруким. Потому что ему нужно было сравнивать только двух соседних. Но в данном случае этот прапорщик, он никак не может еще и запомнить, откуда он реально начал. То есть он будет сортировать их, сортировать так медитативно. Каждый раз от начала к концу проходить и осуществлять сортирующее действие. А сортирующее действие будет состоять в чем? Вот он видит, что два солдата стоят в неправильном порядке. Говорит, вы стоите неправильно, ребят, поменяйтесь. Сейчас чуть-чуть пониже этого товарища. Сейчас я их вначале нарисую всех. И три. Вот так вот. Говорит, ребята, вы неправильно стоите, поменяйтесь. Сказал и пошел дальше. Так, эти ребята поменялись, а он пошел дальше. Смотрит на этих товарищей и говорит, о, а вы правильно стоите. И пошел дальше. Скажите, ребята, вы неправильно стоите, поменяйтесь. Они поменялись. И пошел дальше. Смотрит, о, ребята, вы неправильно стоите, поменяйтесь. И ребята поменялись. Соответственно, я тут не написал. Один, три, пять в итоге получится. Самый высокий тут. Скажите, что-нибудь изменилось к лучшему? В массиве. А? А дело в том, что в предыдущих случаях было легко сказать, в чем инвариант. Понимаете? То есть эти прапорщики понимали, какой цели они достигнут за один сортирующее, за одно некое большое сортирующее действие. Этих сортирующих действий нужно было N минус одна штука, где N размер массива. Само сортирующее действие было довольно протяженным, но все равно их было понятно, чего мы добиваемся. А в данном случае, что он добился-то вообще? Последний конец. О! Действительно. Оказывается, двигаясь вот таким вот образом и меняя соседних, проходя мимо, говорит, если вы неправильно, то меняемся. А если правильно, то ничего не надо делать. Оказывается, что все-таки кое-что обязательно происходящее произошло. А именно, если он в какой-то момент взял за шкирку самого высокого, то все дальнейшие обмены, они этого самого высокого обязательно доведут до конца. Или, короче говоря, почему и называется сортировка методом пузырька. Он как пузырек всплывает вверх по стакану, как бы в конец массива отправляется за самый большой. То есть, хотя я явным образом этого не делал, тем не менее, самый большой элемент в данном случае оказывается в самом конце. В чем еще прим... То есть, вот у меня отсортированная часть массива начинается с конца. После первой такой большой итерации у меня один элемент отсортирован, это последний. Поэтому, в принципе, если прапорщик хоть немножко поумнеет, то ему будет в этот конец ходить уже не обязательно. Ну, в какой-то момент сейчас прапорщик снова начнет сначала, вот он пошел. Второй и четвертый, вы в неправильном порядке, поменяйтесь. А, прошу, вы в правильном, пошел дальше. Четвертый и первый, в неправильном порядке, поменяйтесь. Они поменялись. Идет дальше. Четыре и три, вы в неправильном порядке, поменяйтесь. если он тупой то ничего страшного если он 455 тоже сравнит он просто убедиться что не в правильном порядке и не будет говорить им меняться но в принципе мы-то понимаем что инвариант этого цикла какой он в том что последний элемент встал на свое место а значит мне нечего уже сравниваться с этим уже отсортированным хвостом то есть я могу с конца часть элементов просто не включать вот это проход еще может раньше начать заканчивать чем дальше тем меньше его проходы то есть он мог раз два три и остановился обратите внимание четыре человека на них потребовалось три сравнения не четыре потому что я сравню их попарно нулевой с первым первый со вторым второй с третьим все понятно четыре человека требует трех сравнений друг трех сортирующих сравнений соседей так и последнее да еще что у меня таким образом вот этот товарищ встал на свое место дан так отлично теперь этот следующий проход вы в неправильном порядке поменяйтесь поменял местами то вы но он не знает еще что массив отсортирован откуда он знает он проверяет вот этих двух в правильном они порядке в правильном опять же если он глупый то он пройдет до конца ничего страшного от этого не произойдет но если он умный то он дальше может не идти таким образом я добавил еще одного солдата консортированной части массива к своему концу я вижу сейчас своими глазами что эти два элемента они в правильном порядке но поскольку у меня могло произойти так что вот этот элемент еще поменялся и у меня там этот элемент мог об обновиться то требуется дополнительное сравнение еще для вот этих двоих что они стоят в правильном порядке но это же самое после того как я их выстроил то у меня вот этот автоматически стоит на своем месте поэтому мне требуется n минус 1 проход да еще и количество итераций у меня какой давайте сейчас как раз напишем на первом проходе мне потребовалось 4 сравнения на втором проходе мне потребовалось 3 сравнения на третьем 2 на четвертом 1 что перед нами арифметическая прогрессия всего 10 сравнений каждый из которых был под был потенциальным обменом двух значений местами да ну поэтому я буду считать что 10 с точностью константа но тем не менее арифметическая прогрессия она имеет формулу суммы то есть у меня n me n элементов значит n минус 1 проход в каждом из которых от 1 до n минус 1 то есть но эта сумма она эквивалентна там от переменами с отлагаемых же ничего не меняется да поэтому что я могу сказать 1 плюс 2 плюс и так далее плюс n минус 1 да это общий случай для асимптотики для подсчета асимптотики итого получается что если мы это дело сложим то получится что у нас это 1 плюс n минус 1 пополам умножить на n минус 1 или короче говоря n умноженное на n минус 1 пополам ну это число точно делится на 2 четное нечетное n неважно ну и видно что это примерно собственно пропорционально n квадрату заявленное от n квадрата можно легко показать что в сортировке вставками у нас вот это уже отсортированная часть массива она все время росла и в начале я вставлял 1 то есть мне потребовалось одно сравнение потом чтобы вставить этого третьего мне понадобилось два сравнения да чтобы этого три сравнения чтобы того 4 сравнения та же история с асимптотикой да абсолютно та же история то есть там тоже получается не превышает n умноженное на n минус 1 пополам ну учитывая что обмен элементов значением это может быть сложная операция мы сейчас не считаем сколько операция такта в памяти за память занимает 235 это неважно то есть это умножить на некую константу к что собственно и отражается математическим вот этим отношением о большое от то есть некая функция которая с некоторой константы покрывает нашу зависимость причем в принципе при некоторых обстоятельствах вот этот прапорщик например в сортировке пузырьком он мог каждый раз запоминать и если вдруг в предыдущий проход не было ни одной замены то есть он следил вообще хоть кого-то он местами менял или нет он после а никого не менял местами ну тогда точно можно досрочно заканчивать то есть иногда на некоторых выборках данных алгоритм может срабатывать быстрее поэтому когда мы говорим об о большом от n квадрат это верхняя оценка с точностью константа то есть алгоритм работает не хуже чем понятно строгом вот как математики о большое вы проходили ее матоне уже о большой первый курс не проходил но пройдете поймете лучше а так можете считать что это примерно n квадрат значит короче сортировки выбором тоже можно показать там такая возрастающая арифметическая прогрессия тоже у него расширяющаяся тоже те же самые скорости давайте с вами включим реализацию теперь у меня так и подмывает начать с тестирования вы же помните что я все оформляю функции да мы теперь знаем что такое функции пишем документ строку к функции да и сразу начинаем с тестирования давайте это сделаем чего даже будет интересно да вот давайте в начале напишем сортирующую функцию а не подожди давайте все таки я напишу эти мог функции пустышки да значит какие они будут у меня это будет insert сорт пустышка она получает список а ну и как вы понимаете я теперь не буду передавать туда количество хранимых элементов я буду просто лена брать n равно ли она в начале функции и все n будет количество элементов в нем понятно так insert sort от а значит эта функция должна будет осуществлять сортировка массив сортировка списка а вставками и оставляю пустоту то есть она обещает что это будет делать а сама ничего не будет делать дальше вторая это у нас choice сорт от а значит то же самое она обещает сейчас у меня что делает сортировку сортировка списка а выбором и пэс тоже пока пустышка ничего не делает и бабл сорт от а это же она говорит что сортировка списка а методом пузырька начнем с тестирования деф тест сорт причем обратите внимание сейчас я алгоритм сортировки буду передавать сюда в качестве в виде параметра то есть я саму функцию буду сюда засовывать тестируемую в качестве параметра понятно мне так будет удобно потому что у меня целых три функции которые делают одно и то же а тестирующая функция она одинаково и на них будет она будет брать массив запускать сортировку сравнивать результат с с тем массивом который она знает что он отсортирован и так что я сделаю тест сорт которая получает собственно массив сортировки сорт алгоритм сорт алгоритм что она будет делать поехали тест кейс 1 тест кейс 1 итак что я делаю в тест кейсе 1 а я так сейчас а я хотел сделать как что писать ок или не ок да ну давайте вот так вот я вначале напишу запятая энд равно пустые кавычки то есть ничего в этом случае по моему принято не ставить пробелы именованный параметр передаю что принт этот не будет переводить каретку пустая строка в качестве перевода каретки а ну или давайте так вот я здесь поставлю 1 двоеточие и там будет либо ок либо фейл сейчас у меня и так я поставлю вот такой массив как у меня там было 4 2 5 1 3 отлично что я дальше делаю я запускаю сорт алгоритм а да прошу прощения я сейчас буду делать а и копию а копию а я могу сделать следующим образом а а сейчас прошу прощения нет мне нужно не копию а как раз его отсортированную версию да а сортед равно 1 2 3 4 5 да так отлично итак сорт алгоритм запускаю на а а а я я спасибо большое алло алгоритм сорт алгоритм напускаю на массив а а теперь я сложно сравнить эти два массива ну между прочим я вам скажу сравнение двух массивов поэлементное сколько по времени займет как мне сравнить два массива это значит мне нужно пробежаться поэлементно по каждому из массивов и сравнить этот элемент с этим этот с этим этот с этим и у меня будет false если хотя бы один элемент не равен другому то есть сравнение двух списков это дело затратное по времени ясно точно поняли но если вы это поняли то я могу сказать в питоне это встроенная реализация есть для этого но вы должны знать что я напишу вот здесь вот если а равно равно а сортед это коротко пишется как говорят скоро сказка сказывается да не скоро дело делается да вот а равно а сортед легко написать а сделать не так уж и просто оно потребует лен а операции ясно поэтому мы вот не должны вот так вот просто брать и размахиваться вот такими вещами а давай мне пожалуйста сравни два массива поэлементно понятно но я вот именно так и сделаю да а что я буду делать если а равно а сортед то print ок да а else else двоеточие print fail ну вы знаете что-то мне не очень нравится знаете почему потому что я и там и там делаю print зачем я делаю два раза print когда у меня все зависит ок или fail зависит от if ну вы видите конструкцию как она сейчас написана а почему бы мне не заменить вот эту конструкцию сейчас секундочку я тут немножко добавлю сейчас это там не обращайте внимание на то что снизу так вот я вот эту штуку могу сейчас знаете чем заменить я могу сразу печатать print ок ок if a равно равно assorted else fail а как вам читаем читабельная конструкция понятно о чем речь вот тут вот в этом надписи то есть print распечатает либо одно либо другое но точно распечатает а что именно будет определяться тем равны массивы друг другу или нет это тернарный оператор условный который является встроенным прям в выражение то есть он не разные действия делал а вычисляет разный кусочек выражения либо тот либо тот и я этот кусок удаляю таким образом мои тест кейса я сейчас делаю 2-3 тест кейса буквально да ну так на проверку адекватности вообще алгоритма да я по несколько тест кейсов взял они будут принципе похожи друг на друга первый второй третий да значит ну и массив будут чуть-чуть разный давайте здесь какой-нибудь массив сделаем ну какой ну давайте сделаем сейчас так а я кое-что еще вам не сказал операцию вот эту вот помните 0 да умножить на 10 например на самом деле вот эта операция это операция повторения то есть это то же самое что 0 плюс 0 плюс 0 плюс и так далее ну то есть она похожа на арифметическую да и отсюда что я сейчас скажу вам что оказывается списки в питоне можно конкатинировать или короче говоря вот так брать и складывать куски списка список раз плюс список два и он создаст новый объект списка состоящий из склеенного списка но кстати обратите внимание что это операция она создает новый то есть если у меня были а списки там не знаю а и b да там b и c допустим да то b плюс c даст новый список это не список b не список c а операция плюс так же как в арифметике порождает новое число новый объект так и здесь у меня появляется новый объект списка но что впрочем для меня может быть и хорошо в какой-то момент ну чтобы вы знали так я к чему я сейчас создам вот такой вот список смотрите я создам список на основе арифметической прогрессии range это не список range это арифметическая прогрессия генератор арифметической прогрессии любой так вот я сделаю арифметическую прогрессию от 5 до 9 не я могу тут и подлиннее конечно воткнуть нет не жалко давайте от 10 до 20 да а я на основе этой прогрессии делаю список если я пишу лист а в скобках сую какую-либо прогрессию или какой-нибудь еще списочно подобный элемент какой-то последовательность то лист конструктор списка лист он из нее возьмет и сделает список что удобно понятно да то я сейчас создаю новый список кстати обратите внимание еще на одну вещь я не волнуюсь что раньше раньше имя а занимал другой список как только а начало указывать на новый объект списка сборщик мусора съест старый объект списка 42513 который там отсортирован но он уничтожит подчистит память и все поэтому я могу вторично использовать имя для нового объекта просто старый больше не существует я к нему не смогу доступиться его действительно больше нет но мне так удобно копипаст и одинаковость всего остального в общем удобно хотя копипаст кстати зло потом про это еще расскажу так вот я что делаю я беру конкатинирую два списка от 10 до 20 не включая и список от 0 до 10 не включая ну понятно что такое 10 11 19 а вторая часть это от 0 до 9 супер то есть я вот взял вот так вот поменял местами по сути 2 части а ассортит я тоже легко могу сгенерировать это будет лист на основе range от чего там у нас получается 20 просто непрерывная арифметическая прогрессия так ну и test case 3 давайте еще какой-нибудь там на ситуации где у меня будут одинаковые элементы встречаться например 4 2 5 2 1 да 1 2 2 ну давайте даже там будет еще там какой-нибудь 4 2 раза 1 2 2 4 4 ну что в принципе что у меня при равных элементах тоже эти сортировка работает так ну в целом достаточно значит я сохраняю это дело где у нас тут где мы живем с вами лекции это питоне лекция 6 лекция 6 лекция 6 я у нас с вами да у нас сорт n квадрат сорт n 2 тест ну или просто сорт n 2 сделаем так что я дальше делаю Я, собственно, написал тестирующий алгоритм, а теперь мне нужно наторвить этот тест-сорт на три моих сортировки. То есть я его запущу три раза, передавая ему разные сортировки. Между прочим, поскольку у меня в каждой сортировке есть, у меня в этих сортировках есть документ строка. И хотя, казалось бы, документ строка, она только для функции help, на самом деле я имею к ней доступ. Я могу в своей функции тест-кейс к ней доступиться. Чтобы я понимал, какую-то сортировку я тестирую. То есть я вот здесь перед началом тест-кейсов напишу, тестируем. Так, тут опечатка, да, у меня. Тестируем. А здесь напишу вторую часть строки. Тестируем кого? Ну, давайте двоеточие напишу, потому что там иначе все равно предложение не получится. А теперь смотрите. Сорт алгоритм точка два подчеркивания док два подчеркивания. По-моему, так. Сейчас я вспомню. Ну, по-моему, так. То есть я в принципе могу добыть документ строкой. Есть какой-то, кажется, способ попроще, но я не помню. Если что, я подсмотрю, как только интерактив запущу. Итак, я сейчас засовываю сюда кого? insert sort. А заметьте, что я функцию, когда засовываю ее как объект, я без скобок ее засовываю. Я не вызываю здесь, а передаю туда ссылку на функцию. Я говорю, ты этой функции там поработай. Как молоток передал, говорю, вот тебе молоток, или как вот тебе исполняемый файл, да? Вот тебе исполняемый файл, давай его, это, им позапускай его. То есть я изнутри функции test sort смогу эту функцию вызывать под другим именем. Понятно? Ясно? Это нормальная совершенно ситуация для функциональных языков программирования. Итак, я вначале insert sort туда суну, потом я туда choice sort суну, и потом я туда суну bubble sort. Я напоминаю, что у меня до сих пор ни одну сортировку я пока что не реализовал. Я вас учу сейчас практики программирования, а не алгоритмам пока что. А вот сейчас мы начнем с алгоритмами. Давайте пока что запустим тестирование, проверим, как это в принципе у нас работает. Ну что ж, total fail. Ну, кстати, красота, все работает. Документ в строке пишется, все, красота. То есть нам сразу видно, что у нас там действительно находятся махинаторы. И сейчас мы их по одному начнем реализовывать. Итак, поехали. Первое. Реализуем insert sort. Для этого мне требуется что делать? У меня расширяется отсортированная часть массива за счет очередной позиции. Да? Ну, давайте я ее назову. Сейчас, секундочку. Поз я обычно там называю. Забыл, как я обычно тут называю. Давайте я ее назову топ, верхушечка. Это как раз элемент, который я вставляю. Так вот, я этот топ буду начинать вставлять, начиная с элемента с индексом 1, со второго элемента. И заканчивать буду последним элементом, то есть n. Обратите внимание, что n у меня равен len a. Можно было всегда писать len a, но мне будет короче, если я буду писать n в тексте. Поэтому я себе сделаю вот такой вот синоним, скопирую в n и буду n пользоваться. По n ты элемент, индекс у него как раз n минус 1, поэтому все нормально, в ренч он не включительно. Итак, что я делаю? Я должен для этого двигаться справа налево по строю, взяв его за шкирку, да? И, соответственно, пытаться проверить. Для того, чтобы это сделать, я скопирую значение индекса этого элемента в переменную k, временную. И дальше, до тех пор, пока k у меня больше нуля, то есть пока я не нахожусь, пока тот, кого я держу за шкирку, не является самым левым, пока не ноль, по сути. Пока он не стоит в самой первой позиции, я буду смотреть на тех, кто слева. Но есть и другая причина. Во-первых, k больше нуля, да? Я буду осуществлять что? Сдвиг налево с обменом. Ну, а именно, что я буду делать? Я буду говорить a в позиции k, да? С a в позиции k минус первой поменять местами. Да? Ну и что? И k уменьшить на единичку, да? То есть я же сдвинулся, и k уменьшаем на единичку. k минус равно 1. То есть я этого, который за шкирку подвинул налево за счет того, кто там стоит, наоборот, вот так, налево, да, подвинул. Вот он у меня. И при этом я, собственно, чтобы отслеживать, где он сейчас находится, я k понизил на единичку. k это текущее положение того, кого я держу за шкирку. А топ контролирует ту позицию, кого я сейчас добавляю, да, сколько элементов добавлено фактически. Но это должно происходить только в том случае, когда не только я не в самой левой позиции, а еще при этом тот, кто левее, он выше того, кого я вставляю. То есть я добавляю сюда k больше нуля, и a в позиции k минус 1, он больше, чем тот, кого я собираюсь туда вставить. Я маленькую заметочку скажу. Это очень важно. Давайте вот посмотрите сюда и выслушайте меня внимательно. Если логическое i, алгебру логики я вам рассказывал, логическое i является коммутативным. Баба-яга умная и баба-яга красивая. Все равно баба-яга красивая и баба-яга умная. Правда? Неважно. Я тут говорю i. Ой, сейчас обна секундочку. А, да, все правильно. А в данном случае это не так. Почему? Дело в том, что логическое i в питоне является ленивым. Это значит, что он не будет вычислять вторую часть выражения, второе условие, вот это. Условие он не будет даже вычислять, если первое оказалось ложным. Если баба-яга некрасивая, баба-яга красивая и баба-яга умная, то он даже не будет проверять, умная или нет. Все. Поскольку через i логическое высказывание, то он сразу бракует и говорит ложь. Понятно? В этом случае цикл while остановится в момент, когда k равен нулю, не вычисляя a от k-1. То есть я не вылезу за границу массива, я не буду пытаться попасть в a-1 элемент. Понимаете? Это особенно критично для тех языков, где нет контроля за границами выхода за массив. В языке c и c++, например. Там категорически нельзя вылазить за границей массива. В питоне он контролирует, потому что там нет контроля. Там как раз вылезешь и потом произойдут непредсказуемые совершенно последствия. В данном случае питон контролирует у тебя. Я сейчас молчу про то, что значит минус первый и что тут будет на самом деле. Был бы, может быть, в данном случае не такой страшный криминал, но на самом деле лучше так не делать. То есть здесь мне ленивость оператора i принципиально важна. Именно поэтому я ставлю k больше нуля в этом i до вот этого. Так, ну все, собственно, вставка на самом деле осуществлена. Return из этой функции не требуется, потому что, собственно, я в том же самом массиве и работаю. Я работаю по ссылке в том же самом массиве. Массив изменяемый. То есть я имею ссылку могу его изменить изнутри функции. Проверяем, смотрим, что у нас получилось. Обратите внимание, Тимофей Федорович мог налажать. Но я же не робот, я не могу запоминать все. Но я не налажал. И я могу вам гарантировать это. Почему? Потому что я написал тестирующую функцию. Понимаете? То есть то, что я опережающее тестирование сделал, гарантирует безошибочность этого алгоритма. Понимаете? Иначе бы я не мог вам гарантировать его. Так, давайте быстренько напишем вот эти две сортировки. Значит, сортировка выбора. Она пишется двумя циклами for. Я выбираю позицию. В каком диапазоне я вставляю? У меня, начиная с нулевой позиции, я вставляю максимум. То есть позиция, в которую я буду минимум, прошу прощения. Минимальный элемент я буду вставлять в позицию поз. Позиции от нуля до n-1 не включительно. Потому что самый последний элемент с индексом n-1, n-t элемент, он у меня автоматически встанет на свой порядок. Что я делаю для этого? Я должен пробежаться по всем индексам в диапазоне, начиная с позиции плюс 1. Это очень важно. Не с поз, не от нуля, не с самого начала, а только правых, тех, кто правее, уже отсортированной однозначной части массива. Поз плюс первые позиции до конца. В данном случае, соответственно, по n-1 включительно, по n не включительно. И что я делаю? Говорю, если тот, кто находится в позиции поз, лучше подходит... А, прошу прощения, кто в позиции к, тот, кто в позиции к, лучше подходит на минимум, чем тот, кто живет в позиции поз, то мне что надо? Поменять их местами. А катово меняю под а поздово. Но этот прапорщик, он дальнозоркий, он издалека может посмотреть на очень далеко отстоящие друг от друга индексы. Тот в поз, тот в кат, он на них смотрит сразу издалече и может это сделать. А поз, запятая, а кат, и поменяли местами. Тоже давайте с вами сейчас проверим сразу. Тестирующая функция что скажет? Она скажет, что Тимофей Федорович не ошибся. Вот алгоритм сортировки выбором. Так, и осталось написать сортировку вставками. Она настолько похожа на сортировку выбором, что некоторые их путают. Но в этом случае не забываем, что прапорщик у нас близорукий. Поэтому я не позицию буду менять, а я буду отсчитывать количество проходов. Я буду отсчитывать сколько проходов мне требуется. Максимальное количество вот этих сортирующих проходов, да, я их буду словом bypass писать. Bypass. Проход. Так вот, вот этих вот bypass будет у меня n-1 штука. Оказывается, n-1 прохода достаточно как раз, да, чтобы все элементы последний, предпоследний, предпредпредпоследний и так далее, они вот дошли, а последний самый первый, он автоматически встанет. Поэтому bypass in range, сколько штук мне надо? А я хитрость маленькую сделаю. Я начну не от нуля их считать, это единички. От единички до n. Ну их же как раз получится и на минус 1 штука, правда? Ведь до n не включительно будет. Да? Для чего я это сейчас делаю, сейчас поймете. Я как раз хочу не ходить в хвост, не доходить до хвоста. Для этого я буду k пробегать значение в диапазоне от, ну естественно от начала, но до позиции n-k. То есть на первом проходе, ой, простите, точно, n-bipass. На первом проходе я не доходя одного элемента до конца, да, потому что я их еще попарно сравниваю. То есть реально k должно принять значение n-2, чтобы сравниться с следующим, с n-1, да? И дальше я говорю, если вы, товарищи, ak-ты и ak-1 стоите в неправильном порядке, ну а какой порядок неправильный? Если тот, кто левее, а левее ak-ты, оказался выше того, кто правее. Ребят, вы неправильно стоите, меняемся. Да, ak-ты, ak-1, меняем местами, ak-1, запятая ak-ты. Ясно? На этом, собственно, сортировка закончена. Они все, все три сортировки n-квадратичные, n-квадрат. Запускаем, проверяем, аллилуйя, все три сортировки выдали нам окей-тестирование. Ребят, я трачу время, кроме самих алгоритмов, на практику программирования, как видите, да, на то, как вообще метод программирования, который дает надежный, гарантированный результат, который я могу гарантировать тестами, понимаете? Причем это не так, что я вначале написал функцию, а потом проверил ее, ну так, на каких-то примерах проверил, а если было лень, не проверил, а мне уже есть что сдать начальнику, ну я сдал тебе что-то, может, работает. Понимаете? В данном случае мы работаем сейчас по методике testing drive development. То есть мы вначале написали тесты, но по-хорошему они должны быть более строгими, предусматривающими всякие казуальные, казуистические случаи, там, когда все элементы равны друг другу, там, чем-нибудь еще, прям, а потом только запускать. Понимаете? Но при этом тесты пишутся на, не зная алгоритм, ну они линейные, то есть там тупо раз, раз, вот ответ, вот условие, вот ответ, вставить, посмотреть результат. Понятно? Почувствовали, да, как создается программа? Так, давайте посмотрим, вот меня время смущает очень, у меня еще два алгоритма вам надо рассказать. Я вам расскажу сортировку подсчетов. Сортировка подсчетов позволяет сортировать count sort, позволяет сортировать очень большое количество данных очень быстро. Это потрясающе, просто немыслимо. Она требует O от N времени. O от N времени. А по памяти, по памяти, она требует O от M, соответственно, по памяти. Где, соответственно, M, это будет количество различных элементов. Она не требует запоминания всех чисел в потоке данных. Ну давайте начнем с конкретного примера. Итак, давайте я запишу вот такое количество чисел. 1, 2, 3, 5, 2, 7, 6, 0, 9, 9, 2, 8, 6, 3, 4, 1, 5, 2, 3, 7, 6, 6, 1, 3, 5, 2. Ну, достаточно. Если я буду осуществлять сортировку какой-нибудь из вот этих сортировок, можно прикинуть количество операций. Ну тут сколько у меня? Ну, примерно 10, 15, 25, 25, 25 в квадрате, 625, да? Ну, так, 625 операций. Ну не так, как для 5 элементов, да? Ну, в общем, мы бы тут померли, если это делать вот этими сортировками. Реально, да? А теперь смотрите. Я могу сказать, у меня же здесь количество различных элементов мало. Я вижу, что это цифры. То есть у меня область допустимых значений самого элемента маленькая. Я могу тупо посчитать, сколько нулей. Итак, внимание. Я пишу нулей, единиц, двоек, троек, четверок, пятерок, шестерок. Прошу прощения, не помещаюсь. Семерок, восьмерок. Давайте я вот так вот вынесу сюда. Пять, шесть, семь, восемь, девять. Мне неудобно будет писать новые цифры, поэтому я сейчас буду работать в лунарной системе счисления. В лунарной буду работать в системе счисления. И дальше я делаю что? У меня есть один счетчик K. На самом деле даже и счетчик, и это запоминать в массив не обязательно. Могу тупо считывать по порядку числа. Так вот, я бегу, как бы стрелочкой по ним бегу, и я один раз пройдусь. Этот алгоритм однопроходный. Помните, я ввел понятие однопроходных алгоритмов для поиска максимума, суммирования последовательности. Я говорил, не надо запоминать все числа, если вам их надо тупо просуммировать. Если вам надо тупо найти максимум, не надо. Даже если у вас там несколько максимумов надо найти, или подсчитать количество элементов равных максимуму, это делается за один проход. Для этого не надо. Не надо для этого. запоминать их все в массив. Мы это специально успели пройти, коротенько, до массивов. Да? Меня пугает тишина у вас какая-то. Спасибо. Поехали. Вначале здесь везде вунарная система. У нас вунарная система исчисления, поэтому тут везде записан ноль. Ну ноль, значит, ни одной палочки. То есть я сейчас массив счетчиков завел, в нем 10 элементов, в каждом из которых ноль. Ну не на питоне, но вот понятно, о чем речь. 10 ячеек, в каждой из которых ноль. От нуля до 9 индексов этих ячейках. Поехали. Итак, единицу надо вставить в статистику. Два. Отмечаю, что двойка одна, тройка одна, пятерка одна, двойка еще одна. Семерка, то есть я смещаюсь вперед, семерка еще одна, шестерка одна, нолик один встретился, девятка, девятка, двойка, восьмерка, шестерка, тройка, четверка, единица, пятерка, двойка, пятерка, двойка, тройка. Че там, семерка, шестерка, шестерка, единица, тройка, пятерка, двойка, пятерка, двойка. Таким образом, мой массив частот, мой массив частот, но я его как бы буквами F могу обозначить от слова frequency, как бы частота, количество, да, вот frequency. Он у меня фактически, а, да, я вам даже вот так вот напишу, я тут код напишу без всякого тестирования. Значит, я сейчас, представьте себе, беру и вот эти числа, n штук, я буду их запоминать. То есть у меня n чему-то там равно, ну, неважно чему. Значит, и я запускаю for i in range, синий видно, for i in range n, что я делаю? Я говорю, считываю x с клавиатуры, даже не запоминая его в массив. И массив частот F, а я знаю заранее, что F будет состоять, там, x это цифры, только от 0 до 9, если я это знаю. Если я не знаю, то сортировка подсчетом неприменима. Я должен знать, какой диапазон допустимых значений, и он должен быть маленьким. Потому что я заведу себе вот тут вот F равным 10 счетчикам, содержащим нули. То есть то, что я вот тут вот это вот написал в начале, это было, по сути, вот это, да. Я инициализирую 10 счетчиков нулями. А дальше я говорю, что F от x плюс равно 1. То есть я говорю, я счетчик x увеличиваю на единицу. Вот эта часть сортировки подсчетом называется частотный анализ. Частотный анализ, как Шерлок Холмс обнаружил, что какой человечек за какую букву отвечает. Он сделал частотный анализ этих человечков, и те, которые часто употребляются, они соответствуют определенной букве английского алфавита. Частотный анализ – это часть сортировки подсчетом. Но он и сам по себе имеет значение, например, в взломе алгоритма шифрования, моноалфавитного шифрования, вот как у Шерлока Холмса с бегущими человечками. Понятно? Поэтому вот тут вот на выходе я уже имею массив частот для каждой цифры. После этого мне достаточно пробежаться. Я про каждую цифру просто знаю, сколько раз она встречается. Я пробегаюсь по диджитам, да, for digit in range 10, да, и распечатываю эту цифру столько раз, сколько раз она встречается в массиве F. F, точнее, не сколько раз, а какое число для нее в массиве F написано. Я не буду сейчас это писать. В следующий раз кто напомнит, тот получит. Спасибо вам большое. До свидания.